Всем привет! Сегодня 9 мая и мы, как всегда, не можем сидеть на месте, даже если у нас появляется один свободный выходной. И поэтому сейчас вот половина восьмого утра, и мы валим на стоянку к машине для того, чтобы поехать в Одессу. Просто так, немножечко погулять. Передай привет подписчикам. Приехали мы в Одессу, сидим на Дерибасовской, пьем кофеек. Только что хотел сказать, что сколько не приезжаю в Одессу, все время хреновая погода. И тут сразу вышло солнышко. Я решил рассказать, что не обманывай, но сегодня ты приехал в Одессу, и будет прекрасная погода. Поэтому, всем хорошего дня! Мы в заведении молодость, вот такой вот офигенный всякий антураж, старосовковый такой, вот, со всякими вот такими вот штучками. Вот, и решил я вспомнить мое темное прошлое. Собственно, ваше здоровье. До двух мы можем здесь посидеть и пахать, да? Ну, еще продукты купить надо. Ну, еще поесть надо, а второго купить. Попить? А, наливку, наливку. Как пришла идея в первый раз сварить продукт? И какой это был продукт, и какой это был год? На самом деле, у меня идея появилась где-то осенью 2013 года. Ну, я тогда работал в IT-компании, и у меня просто была такая идея, появилась, и я такой ходил, ее вынашивал, и вынашивал. Короче, у Женьки сейчас будет супер-экстремальный заезд на скейте. В общем, гуляем мы по Одессе, тихо, спокойно, никуда не торопимся. Женя катается на скейте, а мы просто ходим. А я после вот варки пива, что-то так проникся крафтовым пивком. То, что мне прям захотелось попробовать еще какого-нибудь интересного крафта. Вот, я спросил у знакомого своего, который живет в Одессе, где здесь можно что-то попробовать. Он дал список нескольких заведений. Вот, и сейчас мы ищем одно из них, чтобы пропустить по кружечке интересного пивка. Вот, и сейчас мы ищем одно из них, чтобы пропустить по кружечке интересного пивка. Мы зашли в прикольное заведение, называется «Друзья и пиво». Здесь можно попить крафтового пива от пивоварни Трубаду. Прикольное местечко. Как и в прошлый раз, не прошло и нескольких часов, и в Одессе начался дождь. Прошлый наш приезд в Одессу была точно такая же мокрая погода. Не любит нас Одесса. Все время, все время дождь. Вы сейчас тоже, видишь, что говорится. Уничтожил. 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 Красиво. Уничтожил. Уничтожил. умеет петь песни, и пригласил нас на концерт своего ансамбля, который называется 3D, дурачество для дураков. И сейчас мы будем смотреть, как он умеет петь, собственно. Чего? Будешь исполнять? Палево идет уже. Последний раз когда играл на поп-литпо? 8 лет назад. Не, вообще, как музыкант, с этим проектом 8 лет назад, а вообще последний раз в 11-м году. 6 лет назад. Волнуешься? Малех. Чаю много выпил? Ну, литра два. Сискарем? Не. Ну, нас с Лев Андреевым двоих отбивает. И он на улице, и пух, залетает в рот. Пух. И вот меня обгоняет жирный рыжий кот. Юрий Лоза, наконец-то, утопил свой плот. У меня на голове есть два уха. Но почему-то один нос, что плюха. арка очень а дальше ну и блять как-то немножко стыдно шумы блять не успели много песен нормально хотя бы часов на 7 вот играли наверное минут пять по моему да я все отключил короче мы приехали в николаеве на какой-то рэйф рэйф говорят то что модно пробовать на вкус рэйф первый раз реально у вас свои вот эти годы молодежь не первый раз это вот такой вот штука это молодость у меня был друг сашка и он называл всякие петельные заведения аптеками потому что ты просыпаешься с утра с похмелья тебе хочется похмелиться то есть полечиться и бегешь в аптеку вот одна из аптек николаева которая работает каждое утро я вожу в школу когда они в 7 утра уже все здесь магаз . проходим мимо этого заведения все время спрашивает пап интересно сколько они зарабатывают денег если в них все время постоянно трутся алкоголики